Портал телепрограмма. Про выражает соболезнования родным и близким режиссера. Когда уходят из жизни хорошие люди, их безумно жаль. Когда вместе с человеком уходит эпоха, эту потерю сложно восполнить. Сегодня стало известно о смерти великого кинорежиссера Георгия Данелия. Мимино, А я шагаю по Москве, Афоне и другие культовые фильмы мастера навсегда останутся в наших сердцах. Режиссер много раз мог не дожить до своего возраста, детство и бешабашная юность могут дорого обойтись каждому из нас. Но когда ты молод, весел, беспечен, то и жизнь представляется в светлых красках. Ты можешь все, готов свернуть горы и сделать это играючи. Наверное, поэтому переболевший в детстве туберкулезом Георгий не придавал значения словам врачей. В юности Данелия мог с легкостью выкурить три пачки сигарет в день и считал это нормой. Если вычесть 8 часов сна, то выходит, что будущий кинорежиссер курил по сигарете каждые 15 минут. И это не было его пределом. Вероятно, так бы и продолжались его отношения с табаком, если бы не возникли проблемы. Со временем состояние легких Данелий ухудшилось, он начал задыхаться. Судя по всему, врачи поставили ультиматум или сигареты, или жизнь. Кинорежиссер выбрал второе. К сожалению, это не спасут Георгия Николаевича от эмфиземы легких. В марте 2012 года его легкие работали на 18%, а в ноябре уже на 15%. Режиссеру пришлось до конца жизни срасти с кислородными баллонами или таскать за собой 4-килограммовую переносную систему. По этой причине в последние годы жизни он практически не выходил на улицу. Таскать за собой чемоданчик, без которого ему не выжить, проблема непростая. В феврале 2019 года Данелия попадает в больницу, после чего его ввели в искусственную кому. Врачи подтвердили диагноз – воспаление легких, который для мэтра в его возрасте и при состоянии легких был критичным. В марте Георгий Николаевич пошел на поправку, но возраст взял свое. Смерть наступила по причине остановки сердца. Данелий уже побывал на том свете 88 лет, почтенный возраст. И один раз Георгий Николаевич уже пытался до него не дожить. Из-за сильной боли в плече режиссеру пришлось обратиться в больницу, где ему поставили неутешительный диагноз – рак легких. Лишь некоторое время спустя удалось разобраться, что дело было не в легких, а в желчном пузыре. Из-за случившегося перитонита отказало сердце, и Данелий пережил клиническую смерть. Врачам удалось вернуть мэтра к жизни и справиться с проблемой. Несмотря на запреты врачей, Георгий Николаевич продолжал подолгу работать, полностью посвящая себя кинематографу. Специалисты считают, что у Данелии мог быть рак, но как быстро могла развиваться болезнь? Что ее усугубило? С этими вопросами мы обратились к Ольге Викторовне Молчановой, врачу-кардиологу, ведущему научному сотруднику научно-медицинского центра профилактической медицины, эксперту Лиги здоровья нации. Перенесенный в детстве туберкулез не проходит бесследно. Естественно, он ухудшает функцию работы легких. А человеку приходится на протяжении всей жизни бережнее относиться к своим легким. Курить в случае Данелии было строго противопоказано, поэтому многолетний стаж курильщика добил и без того ослабленный орган. Работа легких на 15%, это очень мало. Это значит, что он практически не мог самостоятельно дышать и круглосуточно находиться рядом с кислородным баллоном. А то, что режиссер на протяжении многих лет не расставался с кислородной системой, это замечательно. Олег Ефремов жил по такому же принципу, что позволило ему пожить дольше. А по поводу рака могу сказать, что ошибиться невозможно. Откуда вы знаете, что у него не было рака? Если была информация, врачи не могли перепутать воспаление с онкологией. Это я авторитетно заявляю. Портал телепрограмма.